Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео мы приготовим 3 весенних, необычных и очень вкусных рецепта. Знаменитая павлова с кремом из манго, безумно вкусные фаршированные яйца, которые съели даже дети, и булочки слоеного теста в виде морковки. Все блюда будем готовить в аэрогриле. Если у вас его нет, в описании под видео я оставлю инструкцию, как приготовить эти блюда в духовке. Первый рецепт это павлова с кремом из манго. Для начала приготовим павлову. В описании укажу полный рецепт. У меня же мини-версия, я готовлю 1 треть от рецепта на 4 небольших павлова. Для этого необходимо взять белки и сахар в пропорции 1 к 2. Я беру одно яйцо, отделяю белок от желтка. Белок взвешиваю и смотрю, какой его вес. От этого зависит, сколько я беру сахара. Количество сахара вам необходимое, это удвоенный вес белка. Мы взбиваем белок, в несколько подходов добавляем сахар. Тут ко мне присоединяется помощник, помогает мне взбивать. Взбиваем до крепких пиков. В конце проверяем, переворачиваем чашу. Если ваши белки не выливаются, значит вы все сделали правильно. У меня мини-порция, нас 4 человека, я готовила такие маленькие десерты, чтобы всех порадовать. Советую положить пергаментную бумагу не таким узким квадратиком, как у меня. Если готовить в аэрогриле, то отрежьте бумагу гораздо большей площадью и положить в аэрогриль с маленькими бортиками, так чтобы бумага не ездила по аэрогрилю. Иначе будет проблема, как у меня. У меня одна павлова немного загнулась, так как, когда вы закрываете аэрогриль, бумага немного отходит и начинает ездить. Павла уставим в аэрогриле на 100 градусов 60 минут, целый час. Можем про нее забыть, но я в середине времени, примерно через полчаса приоткрываю и делаю небольшие углубления, ломаю ее посередине, чтобы потом туда положить крем. Если вы заметили, то в Павлову я не кладу уксус и крахмал, как это вы найдете в большинстве рецептов. Крахмал нужен для того, чтобы Павлова оставалась внутри не сухой, а кремовый. Этим она отличается от меренги, от безе. Я же не добавляла крахмал, и тем не менее, благодаря такому способу приготовления, я была из аэрогриля, внутри Павлова очень мягкая, приготовим крем. Для крема нам необходимо манговое пюре, я использую детское, готовое, можно использовать замороженное или свежее, просто перебить вместе с водой в блендере. Необходим сок лайма и цедра лайма, сахар, яичные желтки, которые остались как раз-таки от приготовления Павловой, и добавляем яйца. Обязательно заглядывайте в описание, там вы найдете полный рецепт. Добавляем крахмал, смеживаем все ингредиенты в миске, в пиалке, и ставим на водяную баню. Для того, чтобы была водяная баня, разогреваем воду в кастрюльке, наливаем немного, и как только вода закипит, уменьшаем огонь, и сверху на кастрюлю кладем нашу миску, пиалку, она должна быть огнепрочная, чтобы не треснуть, и она не должна касаться воды. И на такой паровой бане вы смешиваете все ингредиенты до того момента, пока не загустеет вся наша масса, не превратится в плотный густой крем. Как только крем остынет, добавляем масло сливочное и перемешиваем. Наш крем готов. Остывшую павлу украшаем сверху кремом. Крем довольно плотный, он не растечется. Можно украсить сверху, по вашему желанию. Я украшаю кондитерским декором. Получается очень вкусно. Крем из манго и лайма дает такой вкус тропический, и мы погружаемся с вами в лето. Обязательно попробуйте такой нестандартный рецепт. Всем приятного аппетита! Следующий рецепт очень простой, но очень вкусный. У меня съели все дети, которые просто так вареное яйцо, возможно, не стали бы есть. Такая начинка с секретиком улучшит любое яйцо, я вам гарантирую. Яйца ставим в аэрогриль на 150 градусов в 13 минут. И в этот раз у меня случился инцидент, о котором у меня спрашивали. Одно из яиц не взорвалось, но немного одна часть скорлупки отлетела. Я, конечно, испугалась, но ничего не повредилось. Яйцо не взорвалось, как меня многие пугали. Все было хорошо. Просто яйца покрылись такими точечками. Как только я все помыла, охладила яйца, все было отлично. Попробуйте такой метод. И всегда желток получается желтый, мягкий, не переваренный, не серый. Остужаем яйца под струей холодной воды. Разрезаем яйца пополам. Желток кладем в отдельную миску. И готовим нашу начинку для фаршированных яиц. Добавляем пол авокадо. Лайфхак для вас, если же купили накануне авокадо, а оно твердое и не доспело до того момента, когда вам нужно его использовать в рецепте, положите его за ночь в бумажный пакет вместе с бананами. С белыми бананами и на утро авокадо станет мягким. Посмотрите, какой он идеальный внутри. Зеленый, мягкий, все как надо. Для начинки используем желтки, половинку авокадо, солим. Добавляем натертый сыр и немного майонеза. Все смешиваем вилочкой. Получается очень вкусная намазка. Можно есть на бутерброд, но с яйцом получается безумно вкусно. Обязательно попробуйте. У меня именно эту закуску оценили просто все. Начинку можно просто положить чайной ложкой в вареное яйцо. Но я кладу в кондитерский мешок. И я хотела сделать красивый цветочек или розочку, что-то вроде этого. И забыла положить вниз самого кондитерского мешка вот такую насадку. Поэтому придумала, как в этой ситуации. И вот для вас тоже еще один лайфхак. Если вы так же, как и я, хотели сделать красивую розочку или что-то типа такого, но забыли насадку. Делаем отверстие в мешке довольно большое. Продеваем туда насадку. Натягиваем мешок на насадку. Закручиваем сверху носик. И вот вся ситуация исправлена. Делаем красивые цветочки или розочки на нашей закуске. Такой крем, начинка или намазка готовится очень просто. В сочетании с яйцом это еще и очень вкусно. Обязательно повторю такую закуску на другие праздники. Всем приятного аппетита! Третий рецепт довольно муторный, необычный. Но, например, отличный вариант поработать с детками, если у вас детки довольно взрослые, любят мастерить. Для этого рецепта нам понадобится фольга. Морковка небольшая, треугольная форма. Берем слоеное тесто. Предварительно я его разморозила и разрезала на такие длинные полосочки. У меня стандартный лист теста. И получилось 6 полосочек. Для того, чтобы сделать одну морковку, у меня ушло 3 полосочки. Складываем фольгу в несколько раз, так, чтобы было плотно. Обворачиваем внахлёст по кругу. Удобнее это делать, когда морковка внутри. Втаскиваем морковку, делаем следующую булочку. Я выкладываю булочки в виде морковки на силиконовый коврик. И булочки смазываю взбитым яйцом. Кладем в аэрогриль на 200 градусов 8 минут. Наши булочки готовы. Вот такие румяные, золотистые они получились. Прикладываем в форму и остужаем. Как только они полностью остыли, вы можете извлечь фольгу. Это было сделать довольно непросто. Когда будете делать булочки, смотрите, чтобы фольга немножко вылезала из булочки. Так будет проще ее вытащить. Вот так выглядит такая трубочка. Для начинки я использую ветчину, укроп, натертый сыр, творожный сыр и немного йогурта. Можно добавить сметану либо майонез, чтобы начинка не была такой густой. Если ветчина и сыр не очень соленые, можно начинку присолить. Перекладываем начинку в кондитерский мешок. Делаем отверстие и наполняем наши булочки. Петрушка или кинца отлично подойдут для имитации хвостика морковки. Берем несколько веточек, моем их, высушиваем и вставляем кончик в нашу морковку. Получается вкусная, необычная закуска, над которой нужно слегка поработать. Такая булочка определенная порадует ваших гостей или деток. Всем приятного аппетита! Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пишите в комментарии, какой рецепт вам понравился больше всего, что вы приготовите. Мне всегда очень интересно читать обратную связь. Ну а мы с вами увидимся очень скоро в новом видео. Пока-пока!